На традиционном еженедельном совещании главы Чуваши с правительством в республике обсудили вопросы размещения государственных закупок и исполнения контрактов, ремонта дворовых территорий, платежей в казну. Подробнее в нашем сюжете. Чуваши по эффективности региональных закупок на четвертом месте среди субъектов Российской Федерации, на первом в ПФО. Результат 2015 года нужно, если не улучшить, то уж никак не снизить. По итогам первого полугодия текущего года объем закупок Чувашской республики составил 7,9 млрд рублей. Бюджетная эффективность от закупок республики составила 521 млн 700 тысяч или 9,3%. В том числе от размещения государственных заказов Чувашской республики 10,8% или 343 млн 100 тысяч рублей. И муниципального заказа 7,3% в соответствии 178 млн 700 тысяч рублей. Конкуренция при осуществлении государственных закупок не изменилась и составила 2,7% участника на одну процедуру закупки. Между тем, есть подрядчики, которые, получив государственный или муниципальный контакт, выполняют его ненадлежащим образом, либо не выполняют вообще. Начиная с 2013 года заказчики выставили к уплате неустойки около 72 млн рублей, причем 30 млн уже вернулись в бюджет. Ожидается, что в течение этого года поступит еще 16 млн рублей. Но, к сожалению, есть и такие, от которых вряд ли что-то добьешься. В реестр недобросовестных поставщиков уже внесены 35 организаций и один частный предприниматель. Глава Чувашии потребовал строже контролировать выполнение подрядчиками государственных и муниципальных контрактов. То же самое относится и к платежам бюджет. На совещании рассмотрели ситуацию с двумя фирмами в Цивильском районе. Одна из них, общество с ограниченной ответственностью СВС «Строй», задолжало муниципалитету свыше 6 млн рублей. Администрация Цивильского района неоднократно предполагалась попытки взыскать образованную задолженность. Направлялись претензионные письма. В отношении СВС «Строй» в период с октября 2015 года по февраль 2016 в Репетражный суд направлено два исковых заявления на общую сумму 4,5 млн рублей. Судом исковые требования удовлетворены и приняты решения о взыскании арендных платежей. В период судебных разбирательств СВС «Строй» всячески уклонялся от выполнения своих обязательств. В целях затягивания процесса принудительного взыскания и исполнения решения суда строительная организация сменила юридический адрес. Малоговики Чувашии предупреждают, с такими подрядчиками надо держать ухо в Астро. Компания «СвСтрой» заслуживает самого пристального внимания со стороны всех структур. «Вкратце скажу, что учредителем СВС «Строй» является физлицо Михайлова и организация «Строй Вест», которая является участником в семи организациях и является управляющей компанией в 13 организациях. Ни у одной из этих организаций нет никакого имущества. Они с минимальными практически численностями и с минимальными уплатами налогов. Поэтому здесь надо быть осторожными. У самого «Строй Веста» учредителем является юрлицо «Армстрой», которые в принципе два руководителя этой организации уже признаны дисквалифицированными. И остается одно юрлицо, которое тоже является руководителем и учредителем более чем 60 организаций». Другая компания «Должник» обещает расплатиться с долгами за аренду уже в сентябре. Михаил Игнатьев напомнил, если возникли подозрения в отношении какой-либо фирмы, что она не выполняет своих обязательств, необходимо обращаться в правоохранительные органы. Елена Гальперина, Олег Якимов, Республика.